Доброе утро, дамы и господа! Добро пожаловать на очередной выпуск лучшего утреннего шоу страны. Новое утро здесь, как всегда, Стелла Аксёнова. Артём Бекир, доброго понедельника и доброе утро. Сегодня у нас 11 ноября на календаре. Уже до Нового года всего ничего, ровно 50 дней. Ну и давайте про именинников немножко поговорим. Сегодня это Антон, Виктор, Евгений, Максим, Афанасий, Степан, Тимофей, Фёдор, Яков и Стефания. Да, очень интересный сегодня день, дамы и господа, международный всемирный день шоппинга. О погоде всё очень просто. Плюс 7 градусов по Цельсию, облачно. И далее, пока мы приготовим себе чашку чая, Ричард, дамы и господа, для утреннего бодрствования для вас музыкальная композиция. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 кожи или нубука. Чтобы ногам было комфортно зимой, рекомендуем приобрести минимум две пары обуви. Чередуя, вы не только продлите их срок службы, но и обеспечите им возможность полностью высыхать после прогулки по зимней слякоти. Тренды. Казалось, современное слово, но уже давно используем в нашей речи. Модные тренды сменяют друг друга с разной скоростью, но существует категория женской одежды, которая никогда не теряет актуальности, лишь слегка преображаясь из сезона в сезон. К таковым относится юбка миди, представленная в сезоне 2024 в десятках модификаций. Это тот самый универсальный вариант, когда длинная юбка неудобна, но короткая не совсем уместна. В общем, рассказываем, как юбку миди стилизовать красиво. Но перед этим ты следишь за трендами? Я, честно говоря, вообще не слежу ни за модой, ни за трендами. Хотя хорошо было бы. Но иногда действительно любопытно понаблюдать, а что все-таки в этом сезоне стоит надеть, а от чего все-таки отказаться. В общем, давайте все-таки про юбки миди поизучаем вместе. Осень – золотое время для сдержанных нарядов и одежды в деловом стиле. Но это совсем не значит, что осенняя мода скучна и однообразна. Юбка-карандаш – базовый элемент гардероба, который подходит не только для элегантных офисных образов, но и выразительно смотрится в повседневных сетах и вечерних аутфитах. Она удачно сидит на любой фигуре, подчеркивая грациозность и формируя стройный силуэт. Юбка-карандаш нейтральной расцветки в тандеме с яркой водолазкой, несмотря на кажущуюся простоту, смотрится элегантно и стильно. Юбка-миди в клетку вовсе не обязательно сделает из вас школьную учительницу. Сосчитайте вещи правильно. Белые мягкие кеды на плоской подошве, однотонный лонгслив – отличный вариант для casual стайл. Добавьте к образу теплый кардиган, который защитит вас от осенней непогоды, и стильный образ готов. Юбка-плиссе давно завоевала почетное место в гардеробах модниц. Мягкие струящиеся складки удачно скроют несколько сантиметров в области бедер и придадут вашему образу нотку женственности. Сочетайте такую вещь с базовыми однотонными топами и блузами, добавляя шика лаконичной бижутерии. Куртка-косуха давно перестала быть брутальным атрибутом, а потому смело комбинируйте ее с романтичной юбкой. Однотонные ботильоны без лишних декоративных элементов и маленькая дамская сумочка – и ваш образ готов. Любите интересные образы и привыкли быть в центре внимания? Тогда юбка-меди смелой расцветки для вас. Летние яркие цвета осенью будут неуместны, а потому предлагаем вам старый добрый белый горох на черном фоне или леопардовый принт, ставший практически классикой в мире моды. Романтичные блузы с рюшами в сочетании с такой юбкой сделают вас тургеневской барышней, а вот однотонные пулловеры или свитер крупной вязки создадут эффект стильной небрежности. Черные лодочки отлично завершат образ и добавят вам стройности за счет высокой тонкой шпильки. Юбка из денима в длине миди – классика с непревзойденной функциональностью. С ней можно создавать разные сеты – от повседневных с футболкой кроссовками до элегантных с блузкой или рубашкой, которые легко трансформируются в вечерние аутфиты с туфлями на высоком каблуке. Деним гармонично сочетается с вещами разных фактур, не капризен в плане аксессуаров и обуви. Эко-кожа в тренде уже несколько сезонов, и в этом году продолжают бить рекорды популярности. Юбки из такого материала подойдут для летних демисезонных образов. В моде, помимо стандартных черных и коричневых цветов, яркие оттенки – оранжевый, желтый, зеленый, бордо. Комбинация строгих офисных фасонов и ярких насыщенных цветов создает стильный контраст. Кожаные юбки миди легко комбинируются как с рубашками, так и с джемперами. Можно поэкспериментировать с облегающими блузами или, наоборот, с объемными свитерами оверсайз в молодежном стиле. Болгарская столица София, окруженная разросшимися парками, находится у подножья популярной у горнолыжников горы Витоши. Красивые монументальные здания, церкви и другие достопримечательности Софии очаровывают абсолютно всех путешественников. Но болгары появились здесь всего лишь в девятом столетии. Да, да, мои господа, появились всего лишь в девятом столетии. А вот какие еще секреты хранит этот балканский уголок? И почему сюда обязательно стоит приехать в качестве любопытного туриста? Смотрите далее. Одна из главных достопримечательностей Софии – храм святого Александра Невского. Он был построен в 1912 году. Единовременно в стенах собора может пребывать до 5000 человек. На момент строительства храм находился в самой высокой точке города – 552 метра над уровнем моря. Его главный золотой купол и сегодня можно увидеть буквально с любой улицы. Ротонда Святого Георгия – самое старое здание в Софии. Церковь, расположенная в центре города во Дворе управления делами президента, была построена в начале IV века во времена правления Константина Великого. Она представляет собой цилиндрическое купольное сооружение диаметром 9,5 метров и высотой 14 метров с квадратным алтарным помещением. С конца X и до середины XII века в церкви хранились мощи святого Иоанна Рыльского. В XVI веке после завоевания Болгарии турками церковь превратили в мечеть до 1878 года. Во время реставрации в XX веке были обнаружены три слоя фресок, написанных во времена турецкого владычества, самые ранние из которых датируются X веком. Сейчас это одновременно и музей, и собор. Бульвар Витоша в Софии начинается у судебной палаты и храма света неделя. Два первых квартала – это обычная улица с автомобильным движением. Но за зданием суда бульвар становится пешеходной зоной. Названный в честь одноименной горы, бульвар Витоша был застроен невысокими домами в конце XIX – первой половине XX века. Сам по себе он не очень большой. Общая длина пешеходной зоны – 600 метров. Здесь расположено много магазинов. Среди заметных зданий – Национальный дворец культуры, канцелярия национального собрания, дворец суда, президентский дворец, богословская академия. А около станции метро Сердика возвышается позолоченная статуя Святой Софии. Амфитеатр Сердика был одним из крупнейших восточной части Римской империи и на территории современной Болгарии. Он находился за пределами городских стен Софии и принимал бои между гладиаторами и дикими зверями. Руины амфитеатра расположены на двух соседних участках в центре современной Софии. Амфитеатр был построен в III-IV веках, но его забросили в V веке. Обнаружили его случайно в 2004 году при строительстве отеля. Базилика Святой Софии – старейший действующий православный храм. Первая церковь на месте нынешней была построена в IV веке. Тогда, благодаря императору Константину, здесь появился новый собор. В последующие десятилетия, из-за нападений варваров, святыня сильно пострадала. Восстановили ее только в 537 году при императоре Юстиняне I. Тогда церковь и получила свой нынешний облик и название. Кстати, именно в честь этой церкви был назван и сам город. Внутреннее убранство храма – результат последней реставрации в 90-х годах прошлого века. Любителям истории точно понравится Национальный археологический музей. Здесь 55 тысяч экспонатов. На первом этаже выставлены реликвии греческого, фракейского, римского и византийского периодов. На втором – экспонаты эпохи Неолита. Также в музее много древних фресок и икон из разных уголков Болгарии. Осень, дамы и господа, пора теплых пряных десертов. Теперь уже не тянет на ягодные тарты либо мороженое, а наоборот вспоминаются пледы, горячие напитки, тортики, от которых на душе становится теплее. Мы подготовили для вас очередной рецепт. И сегодня это нежный воздушный морковный торт. Обязательно приготовьте этой осенью. Для приготовления торта в первую очередь нужно смешать 350 граммов коричневого сахара, щепотку соли, 5 яиц и все хорошо взбить до посветления и пышности. Далее добавляем 150 граммов мягкого сливочного масла и взбиваем еще полминуты до однородности. Теперь измельчаем 150 граммов обжаренных орехов, следом 370 граммов свежей моркови. Ее можно потереть на мелкой терке. К яйцам просеиваем 370 граммов муки, 3 чайные ложки разрыхлителя, 2 чайные ложки корицы и пол чайной ложки молотого имбиря. Добавляем 150 миллилитров растительного масла без запаха и все перемешиваем венчиком до однородности. В итоге у нас должно получиться гладкое тесто без комочков. Добавляем измельченные морковь и орехи и перемешиваем лопаткой. Получившееся тесто необходимо разделить на три части и выпекать коржи в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Коржи оставляем около 5 минут остывать в форме, после чего достаем из формы. Снимаем бумагу для выпечки и полностью остужаем на решетке. После полного остывания коржи нужно завернуть в пищевую пленку и дать им отлежаться в холодильнике минимум 2 часа, а лучше оставить на ночь. Для того, чтобы торт получился более ровным и аккуратным, у коржей срезаем верхушки. Таким образом подготавливаем все три коржа и теперь можно приступать к приготовлению крема. Для этого берем 300 граммов очень холодного сливочного сыра, 100 граммов сахарной пудры и все взбиваем миксером буквально минуту до однородности. Добавляем 1 чайную ложку ванильного экстракта и 100 миллилитров холодных сливок жирностью 33-35%. По мере взбивания сливки будут густеть и крем будет становиться более плотным. Крема достаточно для того, чтобы сделать небольшие слои между трех коржей и слегка покрыть торт кремом сверху. Если же вы хотите выравнивать торт, то готовьте 2-3 порции крема. Торту желательно дать время пропитаться несколько часов, а лучше ночь. После этого коржи станут еще более нежными и сочными. Приятного аппетита! Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Яркие десерты еще никогда никого не оставляли равнодушными, особенно если подавать эти десерты осенью к какому-то теплому напитку. Наш вариант будет еще и полезным, что тоже немаловажно. Это торт с творогом и с сухофруктами. Вот чем мы предлагаем побаловать и себя, и близких. Даже если вы никогда не готовили самостоятельно, уверен, что у вас все получится. Ну а опытные хозяйки справятся на одном дыхании. 25 граммов быстрорастворимого желатина заливаем холодной водой. Понадобится ее 50 миллилитров. Хорошенько перемешиваем и оставляем для набухания. Тем временем займемся сухофруктами. У нас их три вида. Вы можете выбрать на свой вкус. Вяленую клюкву заливаем теплой водой. Курагу и чернослив заливать не будем, так как они достаточно мягкие. Для торта потребуется 150 граммов каждого вида сухофруктов. Курагу нарезаем кусочками. Также поступаем с черносливом. В емкость насыпаем 350 граммов творога любой жирности. Добавляем полкилограмма сметаны или густого йогурта. Насыпаем 120 граммов сахара. Для приятного вкуса и аромата пакетик ванильного сахара. Блендером эти ингредиенты доводим до однородной массы. Нужно избавиться от всех комочков и получить кремообразную гладкую текстуру. Если у вас нет блендера, творог перетерите через сито или прокрутите через мясорубку. А затем смешайте с остальными ингредиентами. Масса готова и к этому времени хорошо набух желатин. Растапливаем его в микроволновке 20-25 секунд и сразу добавляем к основной массе. Миксером все тщательно перемешиваем. Если боитесь, что появятся комочки при добавлении желатина к основной массе, добавьте к нему небольшое количество сметаны с творогом, перемешайте, а затем соедините с основной массой. Форму кольцо застилаем фольгой. Внутрь кладем пергамент, чтобы впоследствии тортик не пристал к фольге. Также используем пленку для бортов. Затем это поможет без труда достать из кольца десерт. Берем 7 круглых заготовок лаваша. Первый лист кладем на дно формы. Сверху выкладываем половину чернослива. Вилкой или ложкой равномерно распределяем кусочки. Покрываем их кремом. На каждый слой понадобится 2-3 столовых ложки. Далее кладем следующий лист лаваша и слегка поправляем. Прижимать не нужно. Выкладываем половину кураги и также распределяем по листу. Следом сметанно-творожный крем. Его опять же следует распределить равномерно. Третий лист лаваша покрываем половиной клюквы, предварительно слив с нее воду. И снова крем. Повторяем все с первого этапа. Последний слой лаваш. Теперь приготовим сметанный слой, чтобы наш торт был красивым. 5 граммов быстрорастворимого желатина заливаем 20 миллилитрами холодной воды. Перемешиваем и оставляем на 5 минут для набухания. Далее понадобится 200 граммов сметаны. К ней насыпаем 20 граммов сахара. Вилкой или венчиком хорошо перемешиваем до однородности. К этому моменту уже набух желатин. Растапливаем его в микроволновке и добавляем к сметанной смеси. И снова перемешиваем до однородности. Сметанная глазурь готова. Выливаем ее на торт. Так как смесь достаточно жидкая, она растекается равномерно. Украшаем десерт сухофруктами. Отправляем его в холодильник для застывания минимум на 5 часов. Готово! Торт застыл. Снимаем кольцо, убираем пленку, перекладываем на блюдо. Выглядит десерт оригинально и красочно. Режется без особого труда. А вкус покоряет с первой секунды. Готовьте и наслаждайтесь! Есть мнение, дамы и господа, что имена обладают энергетическими вибрациями, которые влияют на характер человека. Вот специалисты утверждают, что Сергей, Игорь, Иван и Ильи самые ленивые. Все понятно, девочки, за них замуж не выходим. Игорь и больше остальных ждут выходные. Иваны обожают отдыхать в одиночестве, а Ильи стараются избегать бытовых дел. Все это, конечно, шутки, неправда. И мы давным-давно говорили про то, что имя, знак зодиака, никоим образом, мне кажется, не влияет на человеческие выборы. Либо вы ответственные, либо нет. И тут уж, знаете ли, звезды вам не помогут. А что касается ленивых, я вообще не верю в этот концепт. Мне кажется, что человек просто должен найти свою стезю, область, которая его мотивирует и придает сил, и тогда лени, лени как рукой снимает. В общем, простым языком, лень – это просто симптом того, что вы делаете не то, что вы любите, скорее всего. И вам это просто-напросто не нравится. В общем, мы не на астрологическую тему хотели поговорить. Мы хотели передать слово Максиму Ли, который подготовил очередную подборку забавных новостей, причем со всего света. Ловелас из Китая завел сразу четырех любовниц, которые живут в одном жилом комплексе. Короче, его посадили. Мужчине удавалось скрывать все отношения в течение четырех лет. Китаец происходил из бедной семьи, но выдавал себя за богача. Еще доженить бы он дарил своей невесте предметы роскоши, которые оказались подделками. Когда женщина забеременела, он женился на ней. После свадьбы обман о финансовом положении раскрылся. Жена не стала подавать на развод, но просто выгнала мужа из квартиры и решила воспитывать ребенка сама. После мужчина начал заводить знакомство с женщинами, придерживаясь отработанной тактики. У своей первой любовницы он попросил в долг около 20 тысяч долларов на ремонт якобы их общего жилья, в которое они переедут. На эти деньги китаец купил вещи для поддержания образа богатого человека. Его новая возлюбленная забеременела, и мужчина стал сожительствовать с ней. Но при этом он завязал отношения по аналогичной схеме еще с тремя девушками. Каждую из них мужчина также, по сути, обворовывал. В апреле одна из любовниц мужчины после его очередного финансового обмана обратилась в полицию. Мужчину задержали, а позже приговорили к 9,5 годам тюрьмы и оштрафовали на 120 тысяч юаней, около 300 тысяч леев, за мошенничество, двоежонство и кражу. Первый в мире деревянный космический спутник, разработанный японскими исследователями, запущен в космос в рамках миссии американской компании SpaceX. Аппарат помещается в ладони, весит 1 килограмм. Спутник выведут на орбиту на высоту около 400 километров над Землей. Лингосад, а так называется деревянный спутник, разработан Киотским университетом и местной строительной компанией. Создатели заявили, что решили разработать сертифицированный деревянный спутник, чтобы доказать, что древесина является пригодным для космоса материалом. В космосе она более долговечна, чем на Земле, так как там нет воды и кислорода. Ученые также утверждают, что лингосад минимизирует воздействие на окружающую среду в конце срока службы. Металлические спутники при возвращении в атмосферу создают частицы оксида алюминия, а деревянный просто сгорит с меньшим загрязнением. Спутник будет находиться на орбите 6 месяцев, а электронные компоненты на борту измерят, как древесина выдерживает колебания температур в космосе и радиацию. Бьет, значит лечит. Но не муж жену, а ток рану. Ну, в смысле, если бить рану током, то она быстрее заживает. К такому выводу пришли китайские ученые. Они искали решение одной из главных проблем заживления ран, на которые наложены швы. От того, что человек двигается, заживление очень сильно замедляется, а иногда все может и вообще разойтись. По швам. И вот ученые из университета Дунхуа смогли сделать так, что движение, наоборот, помогает. Они создали специальное волокно для швов, которое при трении вырабатывает электричество и как бы шарахает по ране. Страдают от этого только бактерии, которым, понятное дело, в ранах никто не рад. Их количество при использовании этих электрошвов значительно ниже. Зато скорость заживления раны на 36% выше. То есть, вместо условных 10 дней, рана заживает за 6,5. Ну, и что еще более круто, так это то, что эти швы рассасываются после завершения своей работы. Так что их не нужно снимать. Стелла, земля, земля, зима близко. Да, Стелла, начинается холода, достаточно брррр на улице. Так, подожди, стоп, 11 ноября на календаре, во-первых. Я хотел подвести к тому, что нужно греться. Одним из методов, чтобы хорошо прогреть свое тело, это танцевать. А у нас еще и музыкальный клип готов. И, конечно, хочется замотивировать телезрителей танцевать. Ну ладно, я тогда тебе перечить не буду. Приятного прослушивания, ну и танцев вам тоже, раз уж так хочется. Субтитры сделал DimaTorzok Și dacă îmi vei spune nu să știi că eu o să încerc din nou Tu iartă-mă că te privesc cu alți ochi Și că sunt instabil emoțional Că sunt gelos când ți se scrie Că nu vrei să-mi spui doar mie Și că sunt care sunt într-un final Aș vrea să mă atingi Nu că te-n priet, nu că te-n priet Să te cuprind când plângi Nu că te-n priet, nu că te-n priet Și dacă poate vreodată tu n-o să mai vrei să mă vezi Atunci te rog să mă urești Sunt cu regret când nu-mi vreau Deși nu ești care-i stoi Tu iartă-mă că te trag după mine Și că sunt moral mai jos decât crezi tu Că n-am curajul să te-i las Dar aș vrea să faci pe mult tu Aș vrea să mă atingi Ești exact ca omul din oglindă Te iubesc și te uresc când mă degă Două suflete ce nu pot să-ți atingă Într-o altă viață vor primi un act final Nu că te-n priet, nu că te-n priet Să te cuprind când plângi Nu că te-n priet, nu că te-n priet Nu că te-n priet, nu că te-n priet Mă le, lvii și să mă atingi În svoie vreau Vreau să mă atingi Nu că te-n priet Nu că te-n priet Acpre, să mă compatib Nu că te-n priet Lvi nu potobAnother Vreau să vreau să vreau Ab автом sa de să te-n priet Nasa esinfiră Sile? Sime Sime Nu se terabore Sime 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 La lacuna geld振 Cum Sime ود А так эта малышка отважнее многих больших псов будет. Не зря же она называется малая львиная собака. Есть в ней что-то от царя зверей. У Анны Германовны дома живет еще стафарширский бультерьер. Однако вожак в их небольшой стае вовсе не брутальный ставбуль, а миниатюрный левхен. Мама львиная собачка оказалась настолько хулиганистой, настолько лидером. При этом мы абсолютно беззлобные. Мы никогда не кусаем никакую самую злую, самую противную собачонку. Я уж не говорю про людей. Со всеми тоже стараемся пообщаться, подружиться. Мы очень-очень контактные. Левхены всегда славились своим дружелюбием. Это истинные компаньоны. Порода древняя зародилась в Европе еще в эпоху Возрождения. На многих старинных полотнах и гравюрах часто можно видеть этих небольших собачек с характерной стрижкой подо льва. Тогда у придворных дам было модно ходить с такими необычными питомцами. Этакий мини-хищник на поводке. Песиков везде и всюду брали с собой. На прогулки, в салоны, в путешествия. Вот они и привыкли постоянно быть в кругу людей. Очень ориентированная собака на человека. И собака, которая слушается, она очень чувствительна к настроению. И любое движение, любое спать, значит спать, пошли спать. Может погуляем, пошли погуляем. То есть она вот согласна на все, но быть рядом с человеком. При этом поведение и ненавязчивое. Но правда в прошлом держать такую породу могли себе позволить только аристократы. Потому что левхинам требуется тщательный и регулярный уход за шерстью. После каждой прогулки им надо мыть лапки и живот шампунем и кондиционером. А полностью собачьи купают каждую неделю. Линяют они не сильно. Дома по углам клоки не собираются. Однако чесать все равно придется почаще, чтобы не было колтунов. Ну и главное, для поддержания такого необычного экстерьера, песиков необходимо подстригать. Либо в салоне, либо дома самим. Обычная машинка, в данном случае у меня профессиональная, она быстрая. От плюмажа до ребра. Эта шерсть, конечно, отрастает, ее надо подбревать. Имейте в виду, что вид теряется. То есть все равно брить надо, тогда у вас львенок. А если не бреете, то не львенок. В общем, за Левкиным ухаживать придется как за собой. Покупать разные щетки, бальзамы. В холодное время года еще понадобятся комбинезончики, чтобы песики не мерзли, но и шерсть лишний раз не пачкалась. Так что вряд ли такой питомец подойдет тем, кто привык просто протирать собаку влажной салфеткой. Порода все-таки декоративная. Однако маленькие львы не из тех, кто целыми днями нежится на диванной подушке. Они веселые и игривые. Многие с ними занимаются аджилити и танцами. Левхины, как уже говорили, послушные. С дрессировкой справится и новичок. Единственное, любят они полаяц. Тут надо будет приложить усилия, чтобы с течения отчего возраста объяснить, что шуметь без надобности нехорошо. Но зато их легко можно приучить ходить в туалет на пеленку. Это удобно, если на улице плохая погода или, допустим, нет возможности вовремя выгулить собачку. Собака может ходить только на пеленку, если у вас продолжительная работа, вы уходите. Но, как рекомендация, желаю обеспечить, хотелось бы обеспечить собаке какое-нибудь движение 15 минут. С тем, чтобы и мозги были заняты, какая-то двигательная активность все-таки была. Что касается здоровья Левхинов, то оно у них довольно крепкое. Живут в среднем 15 лет. Есть некоторые наследственные заболевания, например, катаракта или дисплазита забедренных суставов. Но так как порода очень редкая, в начале 20 века она вообще была на грани исчезновения. Заводчики тщательно проверяют всех животных, чтобы не допустить в разведение носителей этих недугов. Кроме того, у этих маленьких собачек есть предрасположенность к неполнозубости. В этом случае очень важно следить за состоянием ротовой полости и дважды в год делать чистку. Когда зубная формула не полная, соответственно, у вас будет наложение зубного камня. Это приводит к нарушениям желудочно-кишечного тракта, к подкреатитам, к хроническим гастритам. Это доказано. Теперь давайте все подытожим. Список достоинств и недостатков малой львиной собаки начнем по традиции с минусов. Анну Германовну покорил в первую очередь экстерьер Левхена. Таких красивых собачек она раньше только на картинках видела, в книгах, по истории или в музеях. И надо сказать, что за столько веков их внешний вид практически не изменился. Так что теперь она сама ощущает себя одной из героинь старинных полотен, что гуляли по замковым аллеям, держа на поводке маленького львенка. Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. И снова доброе утро. Сегодня мы поговорим на такую непростую тему, как расставание. Хотя иногда расставания простыми оказываются, а иногда действительно после этого приходится долго восстанавливаться. В общем, как пережить расставание, говорить будем с магистром психологии Стеллой Шатовой. Доброе утро. Доброе утро. У нас сегодня с вами такая беседа между нами девочками практически получается. Ну, очень хорошо. Сейчас посекретничаем. Да, без Димы в этот раз. Как пережить расставание в принципе? Правильно. Есть ли какие-то вообще советы, как правильно вот закончить отношения и пережить вот какой-то период после этого? Надо сказать, что в жизни не всегда происходит правильно, да? Как правильно закончить отношения. И отношения, заканчивание отношений не всегда зависит от одного человека. И так бывает, что мы иногда оказываемся в ситуации, что все закончилось по какой-то причине отношения. И это всегда болезненно. Если те отношения, которые были и которые закончились, были для нас важны, это всегда будет непросто. Не просто этому есть причины. Человек, с которым мы расстались, еще недавно занимал очень много нашего жизненного пространства, наших мыслей, времени, пространства, досуга и так далее. И, конечно, когда мы расстаемся с таким человеком, который был когда-то близок, мы испытываем потерю. Потеря – это всегда труднопроживаемое состояние. Потеря вызывает определенную пустоту, которая образуется в нашем и внутреннем пространстве, и рядом с нами. И пустоту многие проживают по-разному. Это и боль, это и грусть, и тоска, и печаль, это нежелание что-то делать, бессмысленность какая-то. И обратите внимание, даже если вы потеряете какой-то предмет, вы будете обращать внимание, как жаль, что я его потеряла. Чем более значимый предмет, который вы потеряли, тем больше вы будете проживать это. А что уж говорить, когда потеря отношений с человеком. Это очень значимо. Соответственно, и боль от расставания, она очень значительно бывает. Для того, чтобы правильно прожить, важно дать себе возможность прожить это горе, прожить потерю. Да, горе – это слово, которое мы принимаем, мы употребляем в каких-то запредельных состояниях. Но вместе с тем, расставание – это определенное горе, которое важно прожить. Но довольно-таки часто люди не справляются с вот этими эмоциями, начинают вышибать клин клином. Они не успели выйти еще из одних отношений, а уже начинают прыгать в другие и пытаться строить там что-то. Да, так бывает. Но это, опять же, чревато тем, что сначала боль заглушается от потери, то есть от расставаний, которые были. И кажется, что все очень хорошо, прекрасно. Но так как не была завершена работа вот такого расставания, проживания этой потери, по сути, эта работа не произошла. Это внутренняя работа. То с большой вероятностью человек потом погружается в состояние тоски, ничего не происходит, а я тоскую. Или наоборот, может даже до депрессии себя довести. И он не будет связывать свое состояние с тем, что он не разрешил себе отстрадать, отплакать, отпустить, мы это будем говорить. И здесь не значит, что нужно упасть лицом в подушку и днями напролет плакать. И вот тогда это будет проживание потери. Нет, у каждого будет по-разному. И значимость разрыва для каждого тоже по-разному будет проживаться. Опять же, сколько времени человек был в отношениях, это тоже будет влиять, насколько легко он проживет это состояние. Важно помнить, что горе, любое горе проживается несколько этапов. И вот важно себе эти этапы разрешить. и не прятать свои эмоции. Прямо вот сказать себе, я грущу, я сейчас плачу, я сейчас тоскую. Разрешить себе эти эмоции прожить. Вот сейчас неоднократно говорят о том, что если вы не сделали каких-то выводов по завершении предыдущих отношений, то вы в следующих будете вести себя абсолютно так же. И только первое время все будет прекрасно и безоблачно, а потом начнутся примерно те же ошибки. Есть ли шанс все-таки у новых отношений, которые начались достаточно быстро после завершения старых, быть какими-то другими, вот без наличия вот этих вот этапов страдания, да, вот и переживаний? Шанс есть всегда. Но расставание – это всегда повод начать заниматься собой. Что такое заниматься собой? Это как раз вот провести логический анализ, что вот в тех отношениях, которые закончились, каков был мой вклад в эти отношения и в тот конец, который у них случился, да. И это повод начать, если человек вдруг чувствует, так часто бывает, что это произошло из-за того, что я там была такая плохая, невнимательная, еще там что-то не делала, партнер просил, говорил, а я вот игнорировала, это все из-за меня, то есть такое самобичевание. Это подсказка о том, что самооценка, она очень снизилась. И так часто бывает, когда мы расстаемся с человеком, наше состояние снижается, качество нашего восприятия себя снижается. Важно уделить себе время и поднять свою ценность в собственных глазах. Возможно, это время, когда появляется свободное время для занятия какими-то хобби, чтобы не только сосредотачиваться на мыслях, как плохо, что это все случилось, а чтобы научиться переключать свое внимание, а в чем я могу быть успешна, а что может меня порадовать. Иначе создается такое впечатление, что только те отношения, которые у меня были, вот это и было счастье. Человек начинает идеализировать и забывать о тех проблемах, возможно, которые не были решены, которые способствовали расставанию в том числе. И как вот после такого периода, когда человек занимался хобби, познавал себя, как-то так занимался самоулучшением, понять, что все, я теперь готов к новым отношениям, мне теперь не страшно, я старое отпустил. Одним из показателей это то, как мы реагируем на партнера, с которым расстались когда-то, когда мы слышим о нем, когда мы вдруг встречаем его, когда вдруг нам попадается информация о нем. Вот это такой показатель. Если после этого я опять не могу дышать, мне опять я плачу, какая я несчастная, что меня бросили, значит, продолжать нужно работать по отпусканию. А если, да, мне может стать даже грустно, что да, ну хорошие же были времена, ну сейчас их нет, ну что ж, я иду дальше в свою жизнь. Вот это и будет показателем, что как бы хорошо ни было в прошлых отношениях, если они закончились, то я это приняла, и я могу, я готова к тому, чтобы выстраивать новые отношения. Но ведь расставание, это не всегда происходит по обоюдному согласию. Чаще всего не происходит. Чаще всего не по обоюдному согласию. И один остается в позиции, что он иногда даже не ожидал того, что партнер закончит эти отношения. И тот, который заканчивал все-таки отношения, он как-никак был к этому готов, он к этому шел, он как-то размышлял над этим долгое время. А для другого это становится сюрпризом. И как люди будут проживать вот эти пост-периоды, тоже, наверное, будут разными. То есть в чем разница проживания вот этого периода для человека, который был инициатором завершения отношений и для того, по факту, кого бросили? Конечно, это будут разные состояния. И тот человек, который был готов и был инициатором, он тоже может, несмотря на то, что он был готов, он может испытывать чувство вины, что, возможно, не стоило так, или ну все же было хорошо, чего же мне еще не хватало. Такое тоже может быть. Это не значит, что всегда так бывает. Конечно же, нет. Но мы же говорим о возможных способах проживания в одной ситуации и в другой. И такой человек, возможно, будет пытаться как-то задобрить того, кого он оставил. и, может быть, не способен к открытому диалогу, либо он, может быть, знает, что тот способ, который он выбрал для расставания, слишком ранил близкого человека и, опять же, будет возвращаться в такое чувство вины. Другой же, для которого это оказалось неприятным сюрпризом, будет страдать, потому что он может испытывать состояние меня предали, как ты так мог. Но отношения между людьми это всегда вклад двоих людей. И всегда каждый привносит что-то к тому итогу, к которому люди приходят. Будет ли это долго и счастливо прожили вместе или я не хочу больше знать о партнере. Это будет всегда по-разному. Ответственность лежит на каждом. Нельзя сказать, что один молодец, а второй нет. Всегда участвуют и в расставании участвуют оба и ответственные оба. Есть такое мнение, что после завершения отношений эмоциональная связь все равно сохраняется на протяжении долгого времени. Кто-то говорит, что это год минимум, кто-то говорит, что это вообще все 3-4 года. Есть ли в этом доля правды хотя бы? Ну, по-разному. Здесь нельзя сказать, что вот работает так. Три года ты будешь эмоционально привязан. Много будет зависеть от того, какой жизнью живет человек. Если его жизнь до расставания была сконцентрирована только на партнере, что партнер делает, какие у него интересы, а что он ест, а что он пьет, и когда он спит, и так далее, то есть человек зациклен был на партнере, то для него это время, оно может растянуться на долгие годы даже, к сожалению. И с этим нужно работать, иначе человек как будто бы удерживает себя в собственном несчастье и не смотрит в сторону своих возможностей. И жизнь проходит, и, конечно, приходит человек к разочарованию, даже возможно, что я столько в тебя вложил или вложила, а если человек живет своей, вернее, имеет в своей жизни ту часть, которая для него значима, возможно, это профессиональное занятие, возможно, это социальный какой-то вклад, то есть человек занят, у него интересная жизнь, он быстрее проживет расставание, хотя для него это тоже будет болезненно, тем более, что сейчас, в век интернета, мы всегда можем встретить и в социальных сетях бывших партнеров или еще как-то, поэтому, если это очень болезненно, вообще рекомендуется после расставания прекратить любые контакты, чтобы легче прожить это состояние, но чаще всего как происходит, человек начинает следить за бывшим партнером, чтобы убедиться либо в том, как ему плохо и он по мне страдает, либо наоборот узнать, чем же он сейчас живет и дышит. Надеюсь, он там несчастен без меня. Сто процентов, это очень распространенная ошибка и вот этого нужно избежать всеми силами контакта и ограничить этот контакт, чтобы, если безвозвратные отношения закончились, то... А кто все-таки более драматично переживает расставание, мужчины или женщины? Это зависит от типа человека и считается, это действительно так, женщины как более эмоциональные сложнее проживают. Мужчины, они тоже очень эмоциональны, но проявление эмоций у нас по-разному происходит. Если мужчина больше способен уйти в дело свое, да, то женщина будет больше эмоционально все-таки связывать, возвращаться к тем отношениям, которые были. И если прям совсем вот говорить, то да, женщина чаще больше проживает, более тяжелее проживает. Но опять же, кто инициатор? Если женщина давно хотела закончить отношения, что-то так, как-то у нее не получалось, конечно, она не будет сидеть и страдать, она по-другому будет себя чувствовать. Есть еще такая, да, есть еще такая штука, как первый период после расставания мозг начинает подбрасывать все самые прекрасные моменты. Вот здесь было чудесно, здесь было замечательно, а как мы туда ездили, а как мы здесь время проводили, и начинает казаться, что вообще-то зря, наверное, мы расстались, не так уж и плохо все было. Как вот быть с этим периодом? Вот он непродолжительный, но несколько месяцев, я как по собственному опыту сижу, вот такое бывало, что первые пару месяцев кажется, что, боже, все же было так замечательно, если не углубляться в детали. Наша психика так устроена, когда мы что-то теряем, то мы всегда приходим к такой вот иллюзии прошлого. Нам кажется, что прошлое было так прекрасно. И это касается не только отношений мужчины и женщины. Ну, давайте вот вспомним, возможно, какой-то пример свой вспомните, наверняка слышали, когда люди говорят, а вот в наше время, вот когда я был молод, там было так все прекрасно и понятно, вот сейчас вот это что? Про что это будет? Человек забывает о том, что любое время, любые отношения приносят и трудности, и возможности, и хорошо, и плохо, все это, это жизнь, не может быть только хорошо или только плохо. Человек попадает в иллюзию, и вот эта иллюзия его очень держит. И важно понимать, что если я вспоминаю только хорошее, и если это помогает, и при этом я чувствую некое тепло, то это про то, что мне приятные воспоминания вызвало то, что у меня когда-то было. А если я вспоминаю прошлое, как там было хорошо, а сейчас как все плохо, то это иллюзия, потому что я забываю о тех проблемах, которые у нас были, и если бы было так хорошо, то возможно мы не пришли бы к такому итогу, который мы имеем, к разрыву, да, то есть это вот такой будет показатель. Это ловушка, ловушка ума, ум создает иллюзии, постоянно, везде, и в разных ситуациях. И важно это помнить и задавать себе вопрос. Как это на самом деле? Что? Где я нахожусь и что я сейчас проживаю? Мне кажется, что есть еще одна очень опасная ловушка при наличии детей, когда они становятся во время расставания разменной монетой. Вот как с этим быть? Когда и так непросто, а тогда еще ребенок становится вот этим вот, вот монетой, да, которую перетягивают из одной стороны в другое? Да, это очень сложный вопрос, когда расстаются люди, у которых есть дети, потому что тут действительно легко впасть в такие манипуляции, причем как родителя, с кем ребенок остался, чаще всего это мама, так и того родителя, кто ушел, чаще всего это папа. То есть манипуляции могут использоваться как с одной, так и с другой стороны. Важно понимать в таком случае, что расстались мужчина и женщина, а мама и папа у ребенка остаются навсегда. То есть это неизменно. И если это помнить, если это учитывать, потому что в данном случае учитывается интерес ребенка, тогда легче будет справиться с желанием сманипулировать с помощью ребенка. Мама и папа у ребенка остаются всегда. И важно этот контакт поддерживать как с одной, так и с другой стороны для ребенка. Но здесь также будет работать правило дать себе время прожить боль расставания и сакцентировать свое внимание на том, что сейчас происходит, не на том, что связано с потерей. Вот нет партнера, нет мужа или мужчины, мы сейчас не будем делить это. И это стало плохо. А что хорошего в моей жизни сейчас происходит? И вот умение, даже не просто умение, а использование своей воли, которая помогает направить внимание на то, что хорошего есть в моей жизни сейчас, поможет человеку прожить. Важно прожить, не игнорировать, не протягивать этот процесс, он и так неприятный, но чаще всего еще его тащат на целые годы. Как вспомню, так начинаю злиться и так далее. А прожить и проработать его, переключить внимание на себя. Ведь любое расставание это начало чего-то нового. И напоследок давайте так кратко скажем, чего категорически делать нельзя после расставания? Категорически, вот прям я тут буду категорично, нельзя искать общение, нельзя продолжать следить за человеком, как я сказала, в социальных сетях, нельзя, возможно, даже игнорировать, не посещать те места, где большая вероятность встретить этого человека. Потому что это все будет травматизировать, напоминать и человеку будет сложнее справляться. Вот когда человек почувствовал, что я могу с этим, да, это вот есть в моей жизни, я прожила эту боль, она у меня сейчас, она у меня не делает, мне не доставляет так много неприятностей в моих ощущениях, я, моя жизнь тоже интересная и наполнена, тогда я готов встретиться с человеком, ну, никто не застрахован от того, что мы можем встретиться с теми, с кем мы расстались, да, и тогда я готов, но когда я не готов, лучше изолировать себя от общения и не делать этого, и не винить себя, не винить только себя, что это я во всем виновата, это все из-за меня произошло, но и не говорить, что это вот он такой нехороший, это все он сломал, разрушил, всегда задавать себе вопрос, мое участие в этом какое, для того, чтобы в следующих отношениях, ну, постараться не допустить тех же ошибок, которые были в предыдущих отношениях. Большое вам спасибо, Стелла, в общем, как мы все прекрасно понимаем, необходимо время для того, чтобы раны успели как-то так затянуться и быть готовыми продолжать как-то так свою жизнь дальше наполненно и вообще, в принципе, встретить кого-то нового. Продолжаем наше утро и берегите себя и свое эмоциональное состояние. Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Спонсор нового утра Королевская коллекция Чая Ричард. Снова доброе утро. Артем Бекир сегодня в студии. Стелла Аксенова всегда тут. Да. Ну и сегодня 11 ноября, уже на календаре собственно, практически конец осени. Да. Ну, еще немножко у нас времени осталось, но в принципе, успеете насладиться этим периодом сполна. Очень скоро Новый год даже стал подсматривать новые рецепты. Оливье. Стой. Да. Рано. Рано, хорошо. Нас сейчас начнут обвинять в том, что мы уже все там Новый год продвигаем, призываем подарки, покупать деньги, быстрее тратить. Нет, нет, ни в коем случае. Давайте осенью понаслаждаемся. Зиму так пока в сторону. Не хочу об этом думать. Очень красивая пара. Потому что начнут приходить счета за отопление, а это большая боль. Хорошо, дамы и господа. Мы еще за то, что за нами следите, никому не показываем, а точнее не предъявляем, или как правильно слово подобрать. Просто наслаждайтесь и получайте удовольствие от сегодняшнего выпуска. Продолжаем наше утро. Абсолютно каждая хозяйка мечтает, чтобы дома всегда все было на своих местах. Задача иногда непростая, но довольно-таки выполнимая, скажем так. Этой же целью служат органайзеры для хранения на кухне. Кстати, именно здесь находится огромное количество нужных мелочей, средств для уборки и готовки. Расскажем, покажем, какие выбрать. Ну и, конечно же, смотрите в следующем сюжете. Грамотно организованное хранение кухонной отвори, приправ, круп, посуды не только сделает место приготовления пищи привлекательным внешне и удобным функционально, но и сэкономит время, силы и нервы хозяйки. Обустроить свое кухонное времяпровождение даже на маленькой площади несложно. Для начала раз. Ставьте приоритеты хранения. Основные предметы, которые используются наиболее часто, например, кастрюли, сковороды, лопатки, ножи, разделочные доски, старайтесь разместить ближе к рабочему месту, над или под столешницей, а также под варочной панелью. Все габаритное ставьте в нижние шкафы и тумбы ближе к дверцам. Активно используемые столовые приборы поставьте в специальный органайзер или подвесьте на рейлинговый держатель. Мелочь вроде солонки и перечницы, мельнички с приправами не оставляйте на столешнице. Они занимают полезное место, в то время как вполне удобно могут разместиться на подвесной полочке. Удобные емкости для хранения залог аккуратной и комфортной кухни. Не храните крупы в покупных пакетах. Они рвутся, перекашиваются, рассыпаются и наводят настоящий хаос в шкафу. Определите их в банки или жестяные коробки. Баночкам со специями отведите в шкафу на полке отдельное место подальше от пакетов с чаями, кофе и какао. Выбирайте банки и контейнеры для сыпучих продуктов не круглой, а прямоугольной формы. Так они будут выстраиваться в ряд максимально компактно. Самые распространенные органайзеры – вставки в кухонные ящички, которые удобно делят их на секции разного размера. В таких системах все расставляется по порядку, а не сваливается в кучу, за счет чего и достигается экономия и эстетичность. Есть две основные схемы хранения столовых приборов – вертикальная и горизонтальная. В первом случае вилки и ложки размещают в специальных подставках из металла или пластика, которые могут как ставиться на столешницу или в выдвижной ящик, так и вешаться на рейлинг или даже монтироваться к стене. Ножи при вертикальном варианте хранения можно устанавливать в специальные подставки, но удобнее всего использовать для их размещения магнитные держатели. Такой механизм позволяет просто крепить нож к особой магнитной полосе, смонтированной на стене или фартуке. Так лезвие не будет тупиться от соприкосновений с другими приборами, а сам нож будет быстро сохнуть после контакта с водой. Горизонтальная схема предполагает размещение столовых приборов в лотках, чаще всего внутри выдвижных ящиков. Подобные системы позволяют сортировать приборы на любое количество типов, подбирая подходящий лоток. Сковороды и кастрюли, как самая тяжелая посуда, хранятся в нижних тумбах гарнитура. Это не только снижает нагрузку на стену от навесных шкафов, но и позволяет легко доставать тяжелые сковородки. Идеальный вариант для хранения крупной посуды – нижние выдвижные ящики. Такой механизм позволяет легко добраться до предметов даже у дальней стенки, а использование составляемых одну в одну кастрюль дает возможность сэкономить место. Одна из основных проблем хранения кастрюль и сковород – отсутствие нормального места для крышек и необходимость долго искать нужную. Эту проблему помогут решить подвесные, настольные или внутренние стойки для вертикальной установки крышек. Механизм, схожий по конструкции с сушкой для тарелок, делает хранение удобным, а поиск подходящей крышки быстрым. Кто спортивной подготовкой похвастаться не может и к тому же целый день проводит на дагах, смотрите внимательно. Специально для вас прямо сейчас покажем простое, но очень эффективное упражнение. Оно очень легко повторяется дома и ваши ноги вам точно скажут большое спасибо. Это только на видео работа модели выглядит легкой и непринужденной. Ходи себе по подиуму или стоят часами пока тебя фотографируют. Но на самом деле даже такие привычные движения могут запросто перегрузить организм в сочетании с каблуками. Вот это обычная рабочая обувь подиумной модели 10 и вот даже иногда 12 сантиметров. Именно ношение столь любимой женщинами обуви на высоком каблуке приводит к фиксации стопы в изогнутом положении, что нарушает питание мелких сосудов и провоцирует развитие венозного застоя. На начальном этапе он чувствуется как тяжесть в ногах. Этот эффект Оксана не раз ощущала сама. Вот каблук 12 сантиметров буквально пару часов работы на подиуме и твои ноги и затекают и устают и даже венки как-то выступают. Венозный застой грозит не только моделям. В зоне риска представители всех профессий, которым много времени приходится проводить на ногах от парикмахера до стюардессы. В отсутствие высокого каблука усталость сосудов наступает позже, но редко кому удается ее избежать совсем. Снять напряжение Оксана пробовала разными способами от фитнеса до растяжки, но наилучший эффект как ни странно дала статическая поза с вытянутыми вверх ногами. Я к этому положению пришла интуитивно, абсолютно интуитивно. После рабочей смены приходила домой, закидывала ноги на стену и как-то становилось легче и отек сходил. Интуиция Оксану не подвела. Облегчение чувствуется из-за того, что находясь в таком положении вены получают облегченный венозный возврат. За счет того, что ноги находятся значительно выше таза, венам и нашим клапанам не нужно так активно бороться с гравитацией. За счет чего, опять же, обеспечивается более легкое возвращение крови по нижним конечностям к нашему сердцу. В том числе, это обеспечивает и снижение цифр артериального давления. Именно благодаря этому данное упражнение мы рекомендуем и гипертоникам. В идеале, вытянутые вдоль стены ноги должны быть абсолютно прямыми. Но если не хватает гибкости для полного распрямления в коленном суставе, не беда. Эффективность упражнения снизится незначительно. Тут важнее, чтобы это положение не вызывало слишком сильного дискомфорта, ведь в нем вам придется пролежать несколько минут. Если вдруг, например, есть дискомфорт в области поясницы, обязательно нужно подложить какую-нибудь подушку или скрученный валик под поясницу. В вашем же случае я бы рекомендовала положить его под голову, так как достаточно хорошо раскачанная грудная клетка способствует, опять же, запрокидыванию головы. Критерий ваш нос должен смотреть строго в потолок. Для того, чтобы правильно войти в положение, сначала рекомендуется сесть на пол боком в стене, согнув колени, потом упуститься на локти и через стороны поднять ноги на стену. Добившись со временем идеального угла в 90 градусов и полного разгибания в коленном суставе, можно переходить к продвинутой версии упражнения. Усложненный вариант, когда мы выполняем это положение без упора по стену. Ноги у нас находятся также в 90 градусов и помимо эффекта улучшения кровообращения, мы укрепляем мышцы спины и мышцы плеса. Мужчины обычно скептически относятся к подобным упражнениям. А зря. Да, каблуков они не носят, да и варикозом страдают в 4 раза реже. Но этому заболеванию все же подвержены те, чья работа связана с переносом тяжестей и спортсмены, активно нагружающие мышцы ног. Ноги уже начинают гореть. Почему? Это же тренировка ног, надо потерпеть. Еще усилие. Длительная работа с приличными весами стресс для сосудов ничуть не меньше, чем каблуки для прекрасного пола. Поэтому если после тренировки вы с трудом стоите на своих двоих, то считайте позу ноги вверх официально выписанным рецептом. То есть мы после тренировки мышц ног просто 5 минут лежим у стены. Достаточно 5 минут для того, чтобы ноги отдохнули. Во-вторых, лимфа активнее работать начинает и удаляет все продукты. И в-третьих, отдыхает нервная система, потому что нагрузка на ноги это очень сильная нагрузка на нервную систему. Расслабление в таком положении наступает за счет активизации парасимпатической нервной системы, что оказывает успокаивающий эффект на весь организм в целом. Так что если выполнять это упражнение еще и в вечернее время перед тем, как лечь злостель, то можно смело рассчитывать на богатырский сон. Мне всегда казалось, что летом путешествовать гораздо легче, потому что чемодан легче, потому что в него не надо помещать такое количество всего. Но зимой и в холодные периоды путешествовать, конечно же, тоже хочется. Это какой-то отдельный вид удовольствия. Так что должно быть с собой у водителя на случай аварийной остановки в дальней зимней поездке. Вопрос непростой. Да, возьмите с собой самое необходимое. Само-самое разубеющийся автомобиль. Теплую одежду и одеяло, канистру с топливом, батончики мюсли, шоколад, термос с горячим чаем либо кофе, внешний аккумулятор для телефона, но и, конечно же, не помешает никогда фонарик. Не знаю, почему именно так я показываю фонарик. Как ты показываешь фонарик? Можно так его показать? Я никак не показываю фонарик, в принципе. Я на этом моменте была готова просто передать слово нашей коллеге. Какие интереснейшие сюжеты. Вот это мы показываем. Наша автоледи и автопутешественница Лана Флор спешит в эфире рассказать кое-что интересное. Ей слово и передаем. Но это неверное выражение, потому что Доброе утро, я Лана Флор и мы начинаем автообзор из Лондона. Вот так выглядит знаменитый лондонский Чайна Таун. И самое интересное, что когда-то на этом пространстве располагались практически все книжные магазины в Лондоне. Это тот момент, когда из книжного такого рынка на одном перекрестке вообще все переросло в абсолютно другое пространство. Здесь очень много всего китайского, очень много всего близкого к той культуре, которую я увидела в Японии. Ну, короче, маленький город внутри города. Самая неприятная часть этой всей истории состоит в том, что мы пришли сюда в 11 утра, когда здесь делать нечего. Здесь только убираются и готовят все вот это пространство к вечерним застольям и весельям, потому что все самое крутое здесь происходит после 9 вечера. Мы сюда попасть в это время не сможем, мы будем заняты, но просто прогуляться, а пахнет здесь, знаете как, я три месяца прожила в Японии и пахнет здесь моей Японии. Лестер. Место, в котором мы сейчас находимся называется Лестер-скуэр. Это место, где происходят все премьеры вообще здесь в Англии, в Лондоне. Здесь расстилается красная ковровая дорожка, ходят самые главные суперстары и презентуют свои фильмы. Здесь кинотеатр Родионс. Скажем так, легендарное место для этого пространства. Если вы вдруг проходите мимо, вы можете ее просто не заметить, но здесь находится то, за что меня явно будут очень любить и немножечко ненавидеть мои дети. Здесь находится статуя Гарри Поттера и весь фокус в том, что она настолько маленькая, но она вот в Лестер-скуэр и здесь можно к нему подойти и сфоткаться. Короче, фанаты Гарри Поттера в Лондон приезжает надо. Здесь очень много всего касательно того, что вы любите. По улице Пикадилли я шла ускоряя шаг, когда меня вы любили, я делала все не так. Легендарная Пикадилли Лейн. Моя реакция. Я боюсь представить, что здесь будет своими детьми, но я увидела Wizard and Witches Shop. До свидания, ребят. До свидания, денежки. Музыка, музыка. Музыка. Ладно, на сегодня хватит, потому что у меня уже все, я больше не могу, я вышла из магазина, где продается все про Гарри Поттера, и мне не хватает больше терпения снимать для вас видео, я сниму, и увидите завтра, что происходило вечером, и как мы перелетали в следующий город. Всем пока, до завтра, пока. Ну и настало время в нашем эфире для музыкальной порции, или для порции музыки, тут уж выбирайте формулировку, какая вам ближе. Мы пожелаем вам приятного утра, приятного прослушивания, но и приятного просмотра, потому что визуальная составляющая, естественно, помимо аудио, тоже будет. Ну и ослаждайтесь порцией качественной музыки. музыка, 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 по-те требуя са те опрешти нлуптат, пынтере дминат, а рискат сингуро диньи и убире, ти-ай луат тиньма ндинс шай и продолжат, чар дейвина луи, дефапт, еши супарата пе тине, inar пеорг са межи 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 дефапт пе межи межи щи межи рус revealing па тиселэта межи фа па межи аτό Он танк неде та и расслед Фик теса и Dreск гер де и брак не Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пожелать вам хорошего понедельника, хорошей рабочей недели, чего еще? Здоровья, всего самого лучшего, оставайтесь с лучшим телеканалом страны и наслаждайтесь всем контентом, который здесь вам показывают Ну, практически с днем рождения поздравил счастье, здоровье, денег, чего там еще, да, желают обычно В общем, это утро с вами провели Артем Бекир и Стелла Аксенова Увидимся и услышимся завтра в это же время До встречи! Пока!